Всем привет! Сегодня мы поговорим немножко про менталитет, про турецких мужчин, о чем с вами хочется поговорить, внести какую-то ясность, объяснить что-то. Это все из моей практики. У меня есть клиентки, которые, ну очень часто, если честно скажу, где-то, допустим, у меня нет конкретной статистики, но процентов в 50 ко мне обращаются те, у кого отношения с турками. Остальные 50% это просто не про отношения или еще что-то, это просто обращение к психологу, кажется, какие-то проблемы существуют. Так вот, из моей практики, то есть я к тому, что у меня очень много практики именно взаимоотношений с турецкими мужчинами, причем девушки не только из СНГ, постсоветского пространства, из других стран есть, просто те, кто владеет каким-то, скажем так, обстоятельством русским языком. То есть абсолютно разный менталитет, но мы с ней сходимся, что любовь, отношения у нее с турком или она замуж за него вышла, или какие-то там непонятки могут быть. Так вот, я что хочу отметить, на что обратить внимание? Я бы не сказала прям ошибка, но некое предубеждение, мысли об этом, у меня тоже так в принципе было, когда я с своим мужем знакомилась. Я думаю, что это какой-то стереотип о том, что ну все турки, они все семейные, или они все такие, как сказать, дарят подарки, ухаживают, ощущение женщины какой-то, она особенная будет и так далее, так далее. Вот этот мой, назовем так, стереотип, он подтвердился в моем супруге. Но есть много людей, женщин, которых стереотипы не подтверждаются. То есть я реально здесь живя, пришла и вообще вот с этим всем контактируя в этой теме, я прихожу к выводу, что это вообще не только про Турцию, естественно. Это зависит от человека и его семьи, как у него в семье. То есть вам надо обратить внимание на пред вот этих моментах ухаживания, встречаний каких-то, да, романтик, и как у них в семье это заведено. Все из семьи эта история идет. Это не все в стране вообще турки такие, далеко. Потому что очень много историй, когда обижают, абьюзят, там, не знаю, унижают, и наоборот как-то на женщине замещаются. И когда говорят, ой, а турки какие-то такие плохие, вот они вот так могут поступать. А я думала, они все такие семейные, детей там не бьют, не обижают и не абьюзят. Да нифига подобного. И вот в такие моменты это сразу все выходит на семью. Какое у мужчины было прошлое, как у них в семье относились к маме и вообще к женщинам. Это надо смотреть на их взаимоотношения папы и мамы. Обязательно из этого берите какие-то выводы для себя. Постарайтесь про это, что вас может от этого предостеречь, да, таких факапов. Это узнавать больше про его отношения родителей. Это могут быть любые наводящие абсолютно вопросы. А как у вас принято, там, не знаю, в дне рождения вы отмечаете, папа-мама поздравлял, папа-маме в детстве цветы дарил, а как у вас вообще детство протекало, кто вами занимался, я не знаю, там, вы в саде ходили, нет, а кто с вами сегодня там дома сидел, встречал и так далее. Если вы в таких разговорах слышите ответы, ой, ну мы с папой, там, не знаю, на футбол ходили, папа меня брал с собой, там, на какие-то, там, не знаю, мужские встречи, такой детский кафе, там, и так далее. Там, я не знаю, папа с нами чем-то занимался. То есть папа как-то участвовал в жизни. Если вы слышите, что папа ничего не делал, лежал на диване, мама, принеси, подай. Здесь вообще-то частая история, и вот это принеси, подай женское, чаще всего не влияет на отношение к жене. Здесь вообще норма, это традиция, да, такая в культуре есть, то есть это не показатель. Но вы чувствуете, что папа вообще где-то отстранённый, или папа бил, мог поднять руку, но это как-то оправдывается человеком, то есть на этом был резон, мы плохо слушались, а все так поступают, это у всех бывает, это оправдание. То есть если вы чувствуете, чётко считываете, что там что-то такое, или вы прекрасно слышите в речи, да, человек, что папа с мамой заодно, вместе воспитывали, папа, да, там работает, мама, например, дома, но какие-то важные моменты они вместе принимают решения, как-то они там что-то обсуждают и так далее. Здесь есть такие семьи. Здесь не кардионально матриархат или патриархат. Здесь есть семьи, которые друг друга слышат, общаются, и какие-то выводы в итоге решения. Или, например, мама что-то рулит, а последнее слово за папой. Здесь очень часто такая история. Вот видите, это всё равно вот это взаимодействие. Рулит, 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 а решение там, например, за папу. То есть папа участвует, то есть он не 100% вообще отстранён, и не 100% берёт вообще всю инициативу, то есть мама там ни петь, ни дышать, ни свистеть, ничего права не имеет в семье, всё только папа. То есть вам надо обращать внимание на вот эту кардинальность, да, то есть какие-то стороны, либо папа вообще исключён, и либо папа супер занят, и все ему подчиняются. Вот для вас эти звоночки, на которые надо обращать внимание, это каким-то образом в любом случае отразится на воспитании и культуре вашего избранника. Это будет просто отпечаток на его психике, на его взглядах и на его каких-то действиях. Это не говорит о том, что он будет такой, как папа, или прям полностью противоположность к папе. Но какие-то примеры определённые из их общения, конфликтов родителей или, наоборот, хорошего взаимодействия в семье, он однозначно в себя впитал. Это просто естественный процесс. Без этого никуда это накладывает вот этот свой отпечаток на характер человека, на его взгляды, отношения, кстати, к вам. Мы всегда всё, скажем так, делим на два. То есть вот эти всё равно какие-то ухаживания, когда цветочно-букетный период, и турок старается максимально себя показать, максимально возможности приложить, там порой даже кредиты берут на какие-то там траты и всё прочее. То есть вы всегда понимаете, что этого в половину потом будет меньше. Или если даже на этом этапе он не сильно старается, он пытается вас там завоевать, охмурить, расположить к себе, в общем, у вас уже вопросики, короче, да, какие-то возникают, вам не всё комфортно, и вы всегда держите в голове, что потом это надо будет ещё на два поделить, этого будет ещё меньше участия. К вот этому будьте готовы, когда вы будете делать свой выбор, имейте это в виду, что там меня условно предупредили, и для меня это уже не новость, я была к этому готова. То есть остаётся вопрос, то есть а вам это хочется, принимаете вы такое, скажем так, результат такое решение, или нет, вот и всё. То есть это чисто ваше желание. Да, есть здесь истории. Они, на самом деле, я не могу применить это только к туркам и особенностям менталитета. Я вообще это применяю ко всем абьюзерам различным, да, людей с проблемами определёнными, психике, взаимодействия в обществе с людьми, и там их много разновидностей, и психопаты, и садисты, и тираны, и манипуляторы, и те же нарциссы. Неважно, как мы это назовём. Я вообще хочу сказать о том, что это ко всем везде относится. Нельзя это сказать только туркам. То есть когда у нас промо, хорошая картинка идёт, максимально типа нельзя догадаться, что на самом деле у человека за спиной, да, кроется на самом деле что-то ужасное, там, не знаю, абьюз, какое-то притеснение в будущем. Это есть везде и у всех. Я могу только здесь отметить, что турки могут более искусно, более красиво это преподносить, а вы в силу своего вот этого стереотипа, что все турки хорошие, семейные, бла-бла-бла-бла, все такие замечательные, прекрасные семьянины, все такие суперские мачои ухаживают, и такие все щедрые, пропустить это мимо. То есть не только то, что так турки вообще делают, так делают все, чуть-чуть, может быть, приукрасят с восточным колоритом, покрасивше это сделают, но большая степень, скажем так, ответственности за то, что вы это прохлопали на вас, потому что вы очарованы вот этим стереотипом. Я очень часто в комментариях за все эти годы читаю комментарии абсолютно, ну, абсурдные. Если ты здесь поживёшь или пообщаешься, вот вы так унёшься, ты никогда так думать не будешь. Все турки очень семейные, я выбираю, я ищу себе только восточного мужа, потому что, или религиозные, и они все такие правильные, живут там по Корану или по заповедям. Ну, такой бред. Потому что вот это двуличие есть везде, и религия, убеждения, или его колорит, восточный мужчина там, или азиатский, это не решает вообще проблему. Вот если быть одурманенной этим стереотипом или предвзятым ощущением, предвзятым мнением, то ты тогда и попадёшь в эту ловушку, в этот капкан. Ты сама в него, по сути, угодишь. Он тебе потом, по факту, скажет, начнёт абьюзить, да, и говорит, слушай, ну ты же меня, во-первых, выбирала. Ты хотела себе доминирующего мужика, который за тебя всё решает, где-то там подарки дарит, а мнение твоё особо не интересуется, не спрашивает. Это всё же было у нас в промо-ролике перед отношениями, началом серьёзного свадьбы и всего прочего. Ты же выбирала. Это ещё может быть и минусом огромным культурой и менталитета человека. Вам будет с этим трудно. То есть тут как повернёшь вообще эту монетку. Поэтому я за то, чтобы, когда начинаются отношения с турком, первое, вы обращаете внимание, как он себя ведёт, ваше ожидание, и то, что получается. Если будьте готовы, что этого будет всё в половину, потом меньше, вот этих всяких обхаживаний, и считайте уже сейчас для себя, поделите, что если мне сейчас не нравится, стоит ли это продолжать. То есть потом будет ещё поменьше. Всегда он вас на руках носить, скорее всего, не будет, как минимум. Примелькаетесь, пройдёт время, всё равно эти отношения, скажем так, будут обычными, нормализуются. Вот этого придыхания, восточный, султан, и вся история, она вся история закончится. Он покажет себя, более-менее свой характер. Вы захотите его тогда увидеть. Поэтому старайтесь раскусить характер поведения человека до, ну, в начале. На то оно начало и есть, чтобы понять, кто есть кто, и принимать правильные решения. Второе, подытоживаем, это родители. Никаких крайностей, когда папа вообще не участвует, или папа категорически всё в руках держит, они все вообще боятся пикнуть, визгнуть, против папы пойти, или против мамы, неважно. Ну, вы поняли, кто-то очень прям держит всю семью в кулаке, или кто-то не участвует, это тоже влияет на его формирование. Лучше, хорошее, вот это вот золотая середина, на самом деле. Это самое безопасное, приятное, адекватное для вас. Ещё вопрос денег хочется, да, поднять. То есть, не ищите каких-то звёзд с неба. Если вам сейчас, вы видите, что какой-то финансовый уровень не такой, как у вас был, у этого молодого человека пониже, или он вам уже не обещает изначально каких-то золотых гор, имейте это в виду, держите в голове, что когда вы появитесь, трат на вас, вы первое время, в любом случае, какой-то зависимый человек будете, документы делаете, жильё, питание, всё прочее. То есть, на вас траты будут. И вот его, вот этот капитал, назовём, который сейчас особо не располагает, недостаточно средств, он будет ещё меньше, на вас тоже траты пойдут. То есть, вот этот уровень финансово-экономический, он будет проседать какое-то время, пока вы не начнёте работать, или тоже что-то приносить в семью. Было бы классно, если бы у вас была по удалёнке своя работа, и вы, типа, ничего не утеряли в своём уровне социальном. Но в любом случае, не стоит это выпускать из вида. И не надо думать, очень многие девочки, к сожалению, тоже, что я вижу, что думали, ну, он же подарки дарил, билеты покупал, я думала, что мы будем прекрасно жить, у него неплохой доход, нам на двоих хватит. Приехала Сила, и поняла, что это был промо-ролик, и там далеко не всем всё хватает. Точнее, на жизнь, на такое среднее существование хватит, но не так, как она себе представляла. Это не те подарки, которые были изначально, не те покупки билетов и так далее, и так далее. То есть разочарование какое-то, к которому придётся привыкнуть, свыкнуться с этой мыслью и принять просто, что ты разводиться уже, что ли будешь, ну, или просто идти, назовём так, работать. И я больше скажу, в прогрессивных городах турецких сейчас, в связи с экономикой, последние 2-3 года, я вам больше скажу, прогрессивные светские турчанки всё больше идут на работу, не сидят дома до последнего, не сосут лапу, на последние 3 копейки перебиваются. Женщин больше трудоспособных стало в стране, вот как ни крути, но не в провинциях, а в крупных городах. Ну, как минимум, потому что надо, денег не хватает условно, надо как-то стремиться, что-то делать, многие от вот этого ощущения домашней жены и вот этого своего выбора отходят в силу того, что нужны деньги. Ну, или как минимум, женщин, больше скажу турчанок, побуждают траты на детей, на школы, на курсы различные, частное обучение, так это очень сейчас тоже выросло в цене, это очень стало дорого, всё в основном забирают из частной школы, дают в государственные, то есть, ну, частное образование, его уровень на данный момент сейчас в стране порой не оправдывает траты, которые на это идут, вот так вам скажу. То есть, есть резон отдавать в государственные школы, потому что уровень порой очень, у некоторых школ, не всех, там тоже надо отдельная история, но, в общем, короче, очень часто, часто они особо не отличаются от государственной школы по уровню образования и так далее, наполняемости классов, в общем, от ситуации вообще-то зависит, но я к тому, что вот это побуждает женщин выходить на работу, поэтому сейчас еще такая ситуация в стране, знаете, такая экономически, да, не очень, она не скоро разрешится, ближайшие, сейчас пройдут выборы год и попозже, будем видеть только, как это все, какие-то меры будут, реформу применяться, если вообще последуют. Короче говоря, в ближайшее время экономически не самое стабильное в стране, и у вас могут быть экономические, это финансовое разочарование еще в своем спутнике, тоже об этом думайте, и быть полностью от него зависимой, и от ситуации экономической стороны, тоже не очень приятно, не очень хорошо, мужчины очень здесь, да, ответственные, с них турчанки требуют, они должны, обязаны, содержание, все прочее, они очень к вот этим экономическим моментам, финансовым поднятию, цену остро относятся, в депрессники всякие впадают, впадают в переживания, что за них ответственность, за семью, за родителей, и в общем, ну, это, короче, тяжелое время такое для мужчин сейчас здесь в Турции, поэтому очень часто турчанки, назовем так, выходят на подмогу своим мужьям, если так можно выразиться, но в крупных городах, конечно, не в провинции, там все дальше, условно, рис, макароны есть, дальше живем, как-нибудь, типа, проживем, это тоже от людей, да, зависит от их взглядов, поэтому, чтобы не разочаровываться, пожалуйста, все просматривайте заранее, взвешивайте, и применяйте вот то, что я вам сегодня рассказывала на себя, анализируйте, главное вообще, в любых отношениях с любым мужчиной, вот иностранцам в частности, любым иностранцам, не стесняйтесь задавать вопросы, поднимать темы, очень важные, будете стесняться, вам потом будет хуже, лучше все сразу заранее узнавать, не стесняйтесь, это ваша безопасность, ваш комфорт в будущем, вы в этом заинтересованы, задавать эти вопросы, поэтому не останавливаемся, спасибо за внимание, скоро увидимся, жду ваши комментарии под видео, в инфобоксе, ссылка на мою почту, если кому-то нужна индивидуальная консультация, моя психологическая, пишите туда, тема письма, консультация, если вы хотите прислать вашу историю для разбора на канале, публично, пожалуйста, тема письма, история от анонима, скоро увидимся, буду ждать ваших писем, всем пока!